Это выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Уже не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идёт о Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Конечно, Владимир Вольфович, царство ему небесное, является подтверждением того, что не всё ещё известно науке, а если что-то неизвестно науке, это совершенно не значит, что этого нет. Наука и про электричество ещё совсем недолгое время назад в масштабах вечности не имела никакого представления, по крайней мере, его не использовала, не говоря уже о мобильных телефонах и всём остальном, что нам сейчас привычно. Наука не понимает, как это вот бывают люди, которые способны что-то предвидеть. Они бывают. Возможно, когда-то, как открыли фотографию, как открыли антибиотики, наука откроет некую энергию, которая существует просто пока ей неизвестно, которой наделены некоторые люди, как Владимир Вольфович, который, безусловно, предсказывал и это, и не только это. И, знаешь, сидя вот здесь, в этой студии, именно на этом месте, на котором часто бывал Владимир Вольфович, и мы с ним вместе оказывались в одной студии, я вспоминаю, что, кажется, он и смерть свою предвидел от ковида. Потому что, если ты помнишь, он прививался множество-множество раз, больше, чем кто-либо. И когда он приходил в студию, уже давно вскрынул карантин, уже перестали все говорить про этот ковид. Это же не в первую волну он умер, царство небесное. Уже к нему как-то привыкли, вроде бы, сезонный грипп. Он приходил всегда в перчатках, никому не позволял приближаться к нему ближе, чем на два метра, в маске, сам никому не приближался. В рекламные паузы вот так отстранялся, надевал маску. Он как будто предвидел это. И что касается происходящего, мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, они действительно окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всем этом конфликте. Перефразируя Шекспирову, у которого, как мы помним, была чума на оба ваши дома, мне хочется сказать выздоровление на оба ваши дома. Будьте все счастливы, богаты, сыты, отстаивайте интересы своих стран. Нас оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. И это будет для нас замечательный итог. Они все знают, что Порошенко уходит, наворуем при нем. А Порошенко уходит? Конечно. То есть ваш прогноз на выборы ближайшие в Киеве? Он уйдет в Киеве, он уйдет. Но Зеленский будет делать то же самое. А Зеленский вы считаете? Из шоу-бизнеса придет и... Конечно. Это не играет роли сейчас. И откуда он? Он будет марионетка, кукла. Он займет кабинет, а Коломойский будет ему писать. Коломойский это Березовский. Только Березовский проиграл. Не имел опыта. Слабак оказался. А Коломойский это зубр. Все. И он обозлен, что Порошенко его выкинул. Вот. Поэтому Саакашвили и Коломойский, они будут добивать всех людей Порошенко. А Аваков поможет. Он обо всех все знает. А Зеленский будет делать то, что Коломойский. А Коломойский с нами может договориться на тайных встречах в Швейцарии, где он сейчас живет. Ему нужно вернуть деньги. А это деньги в наших руках, Приватбанк. И мы скажем, давай договариваться. Ему нужны деньги. Мы поможем. Но нам нужно оставить за собой Донбасс, Луганск, ему еще добавить. Харьков нам. Юго-восточный. Давай пополам Украину. И газ будет бесплатно вам идти. Бесплатно газ. Игорь, ты понимаешь, Игорь? Бесплатно. Единственное в мире страна будет нормальной Украины. Вот западные регионы. Киев, Львов, Тернополь, Ивана Франковск. И он согласится. Игорь, ты говоришь, что с рождением детей какие-то страхи появились. Что бы вы сейчас не сделали в своей работе, в своей профессии? Ну, конечно, я сейчас бы уже не поехала на войну, потому что это было бы крайне безответственно по отношению к моим детям. Но, если честно, я не могу сказать. Вот мы только вчера это обсуждали с моим другом Ромой Бабаяном, который настоящий военкор, в отличие от меня. И мы смотрели его фильм про Афганистан. И я говорю, Рома, ты когда вот видишь эти БМПшки брошенные, там, БТР, и тебе не хочется обратно? Он говорит, хочется. И мне хочется. Вот часто хочется. Как это ни дико, как это ни странно. Это как раз понятно, потому что это адреналин. Совсем другое ощущение от жизни. Это ощущение что-то настоящее. Да, именно. По-другому ощущается острота жизни. Каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую ночь. По-другому. Ты просто вот всё остро, сладко и так вот со специями. Субтитры сделал DimaTorzok